Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вот и подошла долгожданная тренировка, о которой вы меня так часто просили. Тренировка на грудные мышцы, на окислительные мышечные волокна. Давайте посмотрим, как это делать. Но вначале вспомним, как мы тренировали с вами руки. Три дельты строили. И как тренировали ноги. После хорошей общей разминки, мы приступаем к специальной разминке. Выбираем вес для 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. Скажу сразу, у вас не получится с первого, даже может быть со второго раза подобрать веса, с которыми вы будете справляться делать данный вид тренинга. Но не расстраивайтесь, уже через 3-4 тренировки вы научитесь подбирать эти веса. Для этого также необходимо вести тренировочный дневник. Итак, выбираем упражнение, в котором вы лучше всего чувствуете грудные мышцы. И после разминки приступаем к работе. Выставляем секундомер. Я пользуюсь программой Tabata Pro. Это платная программа, стоит 3 бакса, но очень много, я знаю, есть программ бесплатных. Найдите. Либо воспользуйтесь программой, которой пользуюсь я. Это очень удобно, отсчитывает секунды отдыха, секунды работы, показывает, сопровождая это все музыкой, звуковыми сигналами, как вы настроите. В общем, суть не в этом. Итак, друзья, что самое важное? Тот, кто смотрит мои ролики, уже знает. Это, естественно, время под нагрузкой и время отдыха. У нас с вами это 30 секунд отдыха, 30 секунд работы. Три таких заходика. Что очень важно? Очень важно делать движение замедленнее, чем мы привыкли работать в обычном режиме нашего тренинга. Вниз подконтрольно и вверх подконтрольно. В идеале, если вы будете делать по 5 секунд вниз, 5 секунд вверх, у вас должно выйти 3 повторения. Но это не обязательно. Получится 4-5, ничего страшного. Ограничиваем амплитуду движения коротким участком, там, где вы чувствуете грудные мышцы лучше всего. Обычно это самый трудный участок. Но так как мы с вами работаем с интенсивностью от 30 до 40%, то эта амплитуда будет нам не страшна, мертвых точек не будет. Вы будете доходить до острого ощущения сжения в работающей мышце. И это самое главное ощущение. Итак, сделали серию из трех мини-подходников. Затем отдыхаем 10 минут. Обычно я совмещаю тренировку грудных со спиной. И пока грудные отдыхают, я иду и тренирую спину. После чего возвращаюсь опять к грудным мышцам. А потом снова к спине. Но сегодня у меня хоккей вечером, поэтому я тренирую только грудные мышцы, чтобы не перегрузиться. Вы можете попробовать совмещать это со спиной, и это будет даже лучше, чем вы будете просто отдыхать. Я в итоге походил 10 минут и приступил к следующему упражнению. Вы можете чередовать 2-3 упражнения. На верх грудных и на среднюю часть грудных и на нижнюю. Но скажу сразу, что нижняя и средняя часть грудных работает, друзья, всегда практически вместе. В связи с тем, что волокна располагаемые, они практически совпадают и у средней части грудных, и у нижней. Поэтому обращайте на это особое внимание. А что нужно знать? А знать нужно следующее. Что если вы тренируете одну мышечную группу, то между подходами, между мини-сериями, должно быть 10 минут отдыха. Перед тем, как вы приступите к следующему подходу из трех мини-серий. Я сделал сегодня 3 различных упражнения. 30 секунд. Работал 30 секунд, отдыхал. Так 3 раза, 10 минут отдохнул. Ну что, друзья, в следующий раз вы попробуете, и я покажу вам, как прокачивать спину. Именно широчайшие мышцы. Не забывайте ставить лайк, делиться данным видео в своих соцсетях. Если вам что-то не нравится, ставьте дизлайк, но обязательно без грубых выражений. Напишите, с чем вы не согласны, что вам не нравится, что на ваш взгляд должно быть по-другому. Попробуйте данный вид тренинга и отпишитесь, как вам понравилось. Я гарантирую, что если вы будете делать все правильно, вы просто будете чувствовать невероятный памп. Ваши грудные просто разорвутся. Тренинг на окислительные мышечные волокна – это настоящий культуристический тренинг. Я испытываю самые большие сложности, именно работая в таком режиме. Потому что бороться приходится не с весом отягощения, а с самим собой. С невероятным жжением, с желанием все бросить. Но мы с вами для этого и приходим в тренажерный зал. Так что, друзья, пишите в комментариях ваши вопросы. На все я отвечаю. На некоторые, как вы видите, даже снимаю видеоролики. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok